МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире областной телеканал Аист и программа «Чего хотят женщины?». Январские праздники закончились, и в свои права вступил последний месяц зимы – февраль. Он тоже наполнен своими событиями, первый из которых – День всех влюбленных. Чего же хочет женщина в этот праздник? Конечно же, романтики, любви и ждет какого-то чуда. Сегодня мы расскажем вам, как это осуществить и сделать вашу вторую половинку счастливой. Лучший подарок для женщины – кухня. Ведь там она проводит большинство своего свободного времени. И важно, чтобы помещение было не только чистым и уютным, но и комфортным и многофункциональным. Сегодня мы расскажем вам, как и где заказать новую кухню и что нужно учитывать при ее заказе. В нашей рубрике «Все для дома». Редактор субтитров А.Семкин Как хозяйки, мне, конечно же, сначала хотелось бы задать вам такой вопрос. Важно ли учитывать особенности помещения, когда вы заказываете какую-то мебель? Да, конечно, стоит учитывать особенности помещения, для того, чтобы в первую очередь мы могли отвоевать у кухонного пространства максимум свободного места для себя, для готовки, для хранения вещей. Давайте подробнее поговорим про дизайн. Как он разрабатывается, какие есть особенности в дизайне, например, кухни. Кухонный гарнитур планируется, исходя из правила кухонного треугольника, так называемого. Это холодильник, зонная для готовки варочная поверхность и раковина. То есть это три основных момента, вокруг которых происходит вся, скажем так, кухонная жизнь. Самое главное правило, что доступ к ним должен быть свободным, проход должен быть свободным и расстояние между ними не должно быть минимальным. То есть по технике безопасности, если располагать варочную поверхность непосредственно впритык с раковиной, то, возможно, при мойке посуды вы можете получить ожог от, допустим, какой-то пищи, которая готовится у вас. Вообще стоит разрабатывать дизайн кухонного гарнитура еще на стадии ремонта, если такое возможно сделать в ваших условиях. То есть сначала делается дизайн кухонного гарнитура, а потом под него уже разрабатывается само кухонное пространство, сами цвет стен, цвет пола, скажем так. И хотелось бы, как хозяйке, перейти к фасадам. Они очень красивые, сделаны из хороших материалов. Из чего они делают? Это пленочный фасад, но пленочный фасад непростой. Он изготавливается фабрично, то есть поставляется в листах. И на месте уже здесь, в Иркутске, непосредственно он разрезается, кромится под нужные размеры и устанавливается. Долговечный вариант. И по сопротивлению цена-качество это один из лучших вариантов. Вот, они очень плавно открываются, и между дверцами здесь есть какое-то расстояние, чтобы они не стукались друг об друга, да? Да. И вот, когда ее закрываешь, она тоже не падает, как обычно, вот на наших советских кухнях. Она плавно опускается. От чего это зависит? Это какая-то... Это, да, особенность в том, что здесь использованы недорогие подъемники, но зато использованы петли Блюм. Это очень хороший производитель, австрийский. И хотел заострить внимание на том, что экономить на петлях вообще ни в коем случае нельзя, потому что удорожание даже при установке очень хороших петель, оно незначительное. Но польза от хороших петель, она просто несоизменима, потому что фасады в будущее могут провисать, если петли не достаточно хорошие. На нашей кухне здесь представлена очень красивая столешница. Здесь большая рабочая зона. Из чего она сделана? Это столешница 38 мм из влагостойкого ДСП, покрытая пластиком. Они, в принципе, долговечные, да, при правильном использовании, если ее не повредать свой пластик, то она прослужит достаточно долго. Хорошо. А теперь хотелось бы задать вам немного каверзный вопрос про каменные столешницы. В чем их преимущество? Делаете ли вы их? Да, мы, конечно, делаем каменные столешницы, и основное их преимущество – это долговечность. И то, что эти столешницы не имеют никаких стыков, то есть она полностью сделана в одной поверхности. Вообще в современных кухнях рекомендуется использовать по максимуму все пространство, чтобы не стояли, допустим, микроволновки отдельно, которые не встроены. Если у человека возникает проблема, допустим, с бюджетом, чтобы купить одновременно всю технику и встроить ее, можно просто спланировать пространство кухни под установку встроенной, допустим, печки, либо встроенной микроволновки. А потом уже со временем, когда вам будет комфортно, вы можете это все докупить и поставить. Это очень легко. На этой кухне расположена посудомоечная машина, и здесь даже расположена стиральная машина. Сейчас на рынке представлено очень большое количество приспособлений для кухни. Какие вы порекомендуете? В первую очередь могу порекомендовать подъемный механизм для фасадов сушки. Вот он, кстати, откройте, продемонстрируйте его. Ух ты! Сами можете видеть, что при установке этого подъемного механизма пользование кухни увеличивается в разы. Даже самый высокий член семьи никогда не ударится головой об открытый фасад, ничто не будет мешать перемещению вдоль рабочей поверхности кухни. Ну и просто этот подъемный механизм полностью открывает все пространство ящика, все видно, все комфортно, хорошо. Так ли функциональны большие разделочные поверхности? Да, конечно. Конечно, если ваша кухня, ваше пространство рабочее позволяет вам сделать вот такую большую рабочую зону для приготовления пищи, то необходимо ее задействовать по полной, сделать как можно ее больше. А лучше даже 2 поверхности, как вот здесь. И обязательно нужно, вот это основной момент, потому что люди делают большие рабочие зоны, и у них нету обычных розеток. Представленная сегодня нами кухня была не только большая, красивая, но еще удобная и многофункциональная. Евгения, большое вам спасибо за интересную беседу. Я думаю, что женщины, которые задумываются над изменением интерьера своей кухни, получили много исчерпывающей информации. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Надеюсь, что наши советы вам помогут. Вега-мебель – это оригинальные кухни, стандартная и нестандартная корпусная мебель на заказ всех видов из различных материалов, авторские дизайны, разнообразие материалов и цветов. Создай домашний уют вместе с Вега-мебель. Город Иркутск, улица Полярная, 2А. Телефон 72-27-85. Февраль – время праздников и любви. Скорый день Святого Валентина, который отмечается в большинстве стран мира, 14 февраля. Более полутора тысяч лет люди признаются друг к другу в любви именно в этот день. О том, как это осуществить и что подарить своим любимым, расскажем сегодня. День Святого Валентина Об оригинальных идеях подарков на День Святого Валентина расскажет наш эксперт Марина Цивенова. Мариночка, здравствуйте! Здравствуйте, Ольга! Ну давайте для начала поговорим с вами о празднике Святого Валентина в России, о том, как его празднуют и откуда пошла эта традиция. День Святого Валентина в России появился сравнительно недавно, но он успел набрать большую популярность среди наших граждан, потому что является дополнительной возможностью рассказать о своих чувствах и эмоциях своим дорогим и близким людям. Так как у нас программа о том, чего хотят женщины, расскажите, пожалуйста, чего же хочет женщина в этот праздник? Конечно, женщины хотят получить от своих вторых половинок, от своих мужчин, мужей, знаки внимания и любви. Они хотят погрузиться в атмосферу романтики и побыть в ней хотя бы один вечер. Конечно же, чаще всего дарят букет из красных роз, как символ любви и страсти. Но на сегодняшний день существует колоссальное количество шикарных, интересных цветов, которыми можно высказать любые чувства и эмоции. Это такие цветы, как ранункулисы, анемоны, гортензии, совершенно потрясающих расцветок. То есть вы советуете при выборе подарка не останавливаться на банальных вариантах и не бояться экспериментировать, придумывать что-то свое и оригинальное? Ну, конечно, это всегда намного интереснее, потому что такие букеты интересно рассматривать. Он открывается с каждой стороны по-разному. Расскажите, пожалуйста, какие цвета в этом году будут популярны? Для большинства декораторов и флористов законодателем моды в этом вопросе является Международный институт Пантон. Они ежегодно осенью представляют модные, актуальные тенденции следующего сезона. На 2018 год выбраны вот такие палитры, интересные. Кстати, в этих же палитрах выполнен данный букет. То есть цветы пастельных тонов, а упаковка модного в этом сезоне цвета портвей. Ну, тут еще, как можно видеть, всякие там вот елочки вы используете. Мне кажется, это вообще необычное решение на самом деле. Мы стараемся добавлять всегда природные материалы. Шишки, хлопок, хвоя различных. И цветом года в 2018 году признан цвет ультрафиолетовый. И мы ожидаем большое количество оформлений, потому что это всегда все переносится на свадебную моду. И оформления будут в этом году в таких тонах. Есть еще голубые оттенки, да, в этом году популярные? Да. И эти цвета, кстати, очень интересно и красиво всегда называются. Вот этот цвет ночной пион. А это колокольчики. А цветы есть вот именно в этой палитре какие-то? Конечно. Достаточно большой ассортимент сегодня предлагают нам производители цветов. Очень большая палитра сортов. Какая-то красивая. Даже уже просто на стадии придумывания букета, да, выдумывания дизайна. Очень все так... Вкусно. Да. А вот этот цвет называется тенистый лес. И он очень интересный. Таких цветов в природе, конечно же, мы вряд ли встретим. Но всегда можно проиграть это упаковкой, лентами, если это касается букетов. Либо, если это касается свадебных оформлений, это всегда аксессуары. Расскажите, пожалуйста, как можно оригинально оформить букет? На сегодняшний день большую популярность завоевывают вот такие небольшие букеты-комплименты. Букет этот стоит во флористической губке, то есть он все время находится в комфортных условиях. Цветочки пьют воду. Что еще можно подарить своей второй половинке в этот день? Готовым решением этого вопроса являются вот такие подарочные коробки. Во-первых, это сам ящик, который покрашен вручную, состарен и покрыт воском. Сделать его можно абсолютно в любом цвете. Он сам по себе ценен, потому что в будущем послужит прекрасным органайзером. Наполнение этого ящика может быть абсолютно любым. Все зависит от ваших предпочтений. Это может быть какой-то приятный напиток, фрукты, шоколад, конфеты, оригинальный букет. А также мы предлагаем вот интересный вариант оформления в кружке. Кружки! О-о-о! Вот это прелесть! Букет, еще и в кружки! Двойной подарок! Конечно! Кружка останется и будет радовать и напоминать. Ну это на самом деле самый лучший комплимент, который можно сделать, на мой взгляд. Он также очень интересно оформлен. Здесь тоже у нас есть хлопок и популярные синие. Как эти цветочки называются? И рингеум. А что еще? У нас тут несколько вариантов на самом деле есть. Это тоже коробочка, да? Это подарочная коробка, композиция, выполнена в пастельных тонах, тоже очень гармонично сочетается с основой. Ящичек тоже деревянный и тоже функциональный органайзер в будущем. В день святого Валентина в воздухе витает ощущение любви, все друг друга поздравляют. Но скажите, пожалуйста, все-таки вечером хочется посидеть со своей второй половинкой вдвоем в уютной атмосфере. Как ее создать? Конечно же, нам помогут свечи. Мы их предварительно задекорировали и установили в деревянный ящичек. Здесь же находится ароматное саше и цветочная композиция. Все это вместе составляет прекрасный набор подарочный. И он же поможет и послужит нам дополнением к созданию романтики вечером. Сегодня мы узнали очень много полезной информации о том, что же все-таки подарить своей второй половинке в день 14 февраля. День святого Валентина, как его еще называют. Это и цветы, букеты, подарочные наборы. Ну и, конечно же, хорошее настроение и приятные эмоции. Мариночка, спасибо вам большое. Спасибо вам. Надеемся, что наши советы вам помогут. Мастерская современной флористики «Первые цветы» предлагает вам широкий ассортимент интересных цветов, авторских букетов и интерьерных композиций, а также оформление любых мероприятий, реализация изделий ручной работы, иркутских мастеров, оригинальные подарки и сувениры. Ждем вас по адресу. Город Иркутск, улица 3 июля, 33, телефон 60 80 85. Сибирская зима длинная и холодная. И нам с вами, дорогие дамы, конечно же, хочется сидеть дома в тепле и уюте и никуда не выходить. Но такой досуг может вскоре и наскучить, тем более приближается романтический праздник 14 февраля. И тема свидания на двоих остается особенно актуальной. Сегодня мы расскажем вам, как и где организовать свидание на двоих этой зимой, а поможет нам в этом наш эксперт Анастасия. Здравствуйте! Здравствуйте, Ольга! Настенька, расскажите, пожалуйста, мне о преимуществах отдыха в Сибири зимой. Зимний отдых в Сибири – это зимний отдых на природе, рядом с Байкалом. Мы все сибиряки, поэтому мы все с детства ходим на горку, катаемся на саночках, привыкли к баньке. Поэтому баньку в городе нечасто можно встретить, да и кто захочет это делать после работы, будние дни. Скорее всего, люди выходные собираются с семьями, собираются с детьми, либо просто парами. Вот сейчас, 14 февраля, это особенно актуально, и едут в загород. Мы сейчас затронули тему загородного отдыха в Иркутске. Куда все-таки лучше податься? Это зависит от того, зачем вы хотите куда-то податься. Если вы хотите просто отдохнуть от будней, вырваться от компании, побыть одному, вам лучше выбирать просто номер. Люкс, полулюкс, стандарт – это тоже зависит исключительно от вашего выбора. Если же цель поездки – романтическое путешествие вдвоем, то это зимовье определенно. Это достаточно эксклюзивный вариант, потому что вы вроде бы на природе, вроде бы вдвоем. Вы можете даже заказать полное обслуживание в номер, то есть, чтобы никуда не выходить, просто посвятить время друг другу, и в то же время все удобства будут при вас. Вы будете в теплее, уюте, комфорте. Если вы хотите собраться в шумной компании, развлекаться, какие-то зимние игры организовывать, тоже вам необходимы и удобства, и жизнь в теплее, и уюте. Все-таки зима, хотя мы и сибиряки. Тогда вам нужен коттедж. Он уже большой, всем будет комфортно и много места. А какие главные критерии, места, куда поехать за город? Главные критерии идут от причины. Если вы едете отдыхать, соответственно, вам нужно развлечение, вам нужна природа рядом. Вы каждый день видите город, вам хочется вырваться на природу. Но в то же время это должно быть в тепле и комфорте. Большинство современных турбаз предоставляет полную комплектацию, поэтому насчет этого можно вообще не волноваться. Мне интересна тема отдыха в одиночку. А вот если человек едет один, все-таки главное, чтобы была природа, наверное, чтобы был рядом Байкал, чтобы было где погулять. Безусловно, безусловно. Но даже если он один, ему не обязательно скучать и грустить в номере. Человек может просто организовать себе активный отдых. У нас много любителей активного отдыха зимой тем более. Многие парк-отели специально приглашают снегоходы, организуют для своих гостей возможность ездить даже не на однодневную, а на несколько дней в экскурсию, в какие-то эксклюзивные места, где тоже будет комфорт, уют, тепло, но в то же время развлечение и что-то новое. А сейчас наш эксперт Евгения расскажет нам про самые популярные виды зимнего отдыха в Сибири. Евгения, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, безусловно, у нас в Сибири зимой очень много снега, и одним из самых популярных видов отдыха являются снегоходы. Листвянка в этом плане очень хороша своими маршрутами, своими видовыми площадками, на которые можно подняться на снегоходах. Как правило, большинство наших гостей приезжает и начинает водить в первый раз. Основной упор у нас идет на безопасности вождения и на внимательном объяснении туристам, как можно на нем ездить и проехать. Поездка у нас идет как обучающая поездка, инструктор, все время сопровождает, поддерживает, и каждое действие и маршрут, по которому мы едем, он показывается и рассказывает. И 90% людей могут сесть и поехать в первый раз. В случае, когда вы однозначно считаете, что вы хотите прокатиться, но не готовы сами управлять, в этом случае предоставляется инструктор, который будет управлять снегоходом, а вы будете любоваться видами в качестве пассажира. Я слышала, что у нас здесь на Байкале существуют экспедиции на снегоходах. Да, вы можете, приехав на базу, заказать 1-2-3-часовой маршрут. Но также мы на протяжении 17 лет проводим серьезные экспедиции. Более 2000 километров мы можем войти весь Байкал на этом виде техники и посмотреть и горячие источники, и встретить Нерпу, и посмотреть остров Вальхона, посмотреть север Байкала с его суровыми красотами. После тяжелого и холодного дня на снегоходах, безусловно, нужны хорошие ночевки. Мы выбираем самую лучшую базу с горячими ваннами, с горячими бассейнами, с источниками, где полноценно можно расслабиться и подготовиться к следующему дню. Предлагаю нам все-таки попробовать и немножко проехаться. Давайте. Парк-отель «Байкальские сезоны» предлагает вам провести незабываемые выходные с романтическим ужином на берегу Байкала у истока Ангары. Байкальские сезоны – это прекрасные номера, прогулки на свежем воздухе среди нетронутой человеком природы, традиционные русские развлечения и великолепная кухня-ресторана. Насладись природой и романтической зимней сказкой в байкальских сезонах. 61-й километр Байкальского тракта. Телефон 65 74 75. Сегодня мы рассказали вам о том, как и где приобрести кухню своей мечты, какой подарок сделать для своей второй половинки в День Святого Валентина и где провести романтическое свидание вдвоем. О том, чего еще хочет женщина, смотрите в следующем эфире. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова